Итак, мы въезжаем в Морозовские казармы. Где я? Дома, где я познал всю правду об отчаянии, что ждет и тебя. Это герой 80-го. Надеюсь, мы отсюда же время выберемся. Многие века все люди, что гнили в этом месте, смотрели на свет и представляли, как выбираются на свободу. Это ведь так легко, так просто. Руку отключил. Бро, тебе придется где-то еще откручивать окна. Итак, вот мы в Твери. Это центр Твери. Это не центр Твери, а хорей. Пусть это будет центр Твери. Сейчас мы здесь осмотримся. Нас атакуют зомби. Пойдемте, пройдемся. Это старые дома, которые используются работягами. Да, я много слышал об этом месте, но ни разу особо здесь не было. Это реальное гетто. Вообще нас пугали в детстве ребятами из Твери. Говорили, что это суровые парни. Но это было в 90-х. Сейчас тоже далеко за нулевые. Но здесь по-прежнему живут люди. Вот это, по-моему, здание я видел в новостях. Вот, пожалуйста, 150 километров от Москвы, и вы попадаете в такое атмосферное место. Нет, здание красивое. Какие-то имперские, барские дома старинные. Очень фактурные. Как здесь можно жить, не совсем понятно, но, тем не менее, жизнь проходит здесь. И как потерпевшие кораблекрушения, пьющие морскую воду от неконтролируемой жажды. Многие погибли, пытаясь вылезти. Это, возможно, какая-то обсерватория. Видишь, блогеры. Да, мы блогеры. Смотри, помощь. Ты что, видишь, Наталья? Контингент, а не контент. Контент, почему? Ну, это объявление о помощи наркозависимых команд. Конечно, тут своя целевая аудитория. Здесь хороший арбитраж трафика именно по наркозависимым. Это под контишку, подставка. Нет, здесь люди живут. Причем передача «Соболь» показывала, что здесь, в принципе, люди нормально живут. Ну, как живут, выживают, да. Нет, обычные люди, обычные работяги, наверное, здесь живут. Я слышу Тарабарскую речь, то есть это не родная, не российская. А это, ну, приезжие ребята, они темные. Этот город заслуживает высококлассной преступности. Темненькие. Видно, что это приезжие. То есть это дети иммигрантов из СНГ, разнорабочих, гестарбайтеров. Пойдем посмотрим, что внутри. Я покажу тебе, где я обустроил свой дом, пока готовил план возмездия. Напоминает по атмосфере находку, то есть в находке тоже было что-то подобное. У нас нет дополнительного света. Ты почти приспособился ко тьме, а я родился в ней. Насквозь пропитан ей. Я не видел света, пока не превратился в мужчину. Нет, тот, кто говорит про ретарки, гетто, еще не было в находке на улице Нахимовской. Всем рекомендую. То есть по сравнению с находкой, это просто какой-то санаторий райзинг. Кованые лестницы. В очень хорошем состоянии пожарный гидрант. Конечно, не самое лучшее место для первого свидания. В коридоре. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. Ну, посмотрим. На каждом этаже отдельная дверь. Вот здесь, потому что это здание, здесь там как промышленность строили, как я понимаю. Ну да. Под нужды пролетария. Здесь, в принципе, достаточно чисто, душевая. Я пришел исполнить предназначение Росальгула. Все встроение? Да. Привет. Здесь бутылки, запоним чехол, конечно, у нас здесь. Ты убыешься, ты их напряжешь? Ну, да. Если приняли, я рекомендую профилю. То есть, тебе это здание интересно, как... О, ты думаешь, что тьма твой союзник. Если что, подремонтировать. Тебя же с самого изгнали, кучка психопатов. Ну, смотри, что это... Ну, что тебя здесь смущает вообще? Ничего. Наши. Это твой бокал. Да, нет. Находите. Да, здесь в основном ребята приезжие, обратил внимание, что это иммигранты, то есть дети. Они говорят на Тарабахском. Дети-то сами, может, даже не иммигранты, они здесь родились. Ну, это такой индустриальный район. И вот на горизонте здания, оно, в принципе, отремонтировано. Нет, у нас все равно соседнее здание отремонтировано. Какой-то новой комплекс. Соседнее здание отремонтировано, кстати. А это нет, почему-то, не знаю почему. Потому что-то чиновник издели на родахе. Ну что, мы вышли из этой казармы, из Морозовского. Вы не понимали, в чем разница, да? Что вы не понимаете? Да, вот здание историческое, без всякой штукатурки, без этой вент-панели. И вот, ну, вот это вот. Вот как это смотрится, вот это вот, это вот. Что вам нравится больше? Только от сердца, не надо мне врать, что вам он то больше не нравится. Ну, мне нравится вот эти пластиковые. Ну, конечно, это здание более аутентичное. А вот, нет, и сравните вот эти окна. Понятно, что людям удобнее жить в пластике. Но сравните вот эти окна, вот эти, какие вам больше нравятся. Какие более аутентичные? Конечно, деревянные. Они, может быть, искусственно состаренные. Пластик, только пластик. Да нифига, и не надо врать, что пластик нравится. Если дерево хорошее, в хорошее состояние окно, деревянные всегда будет лучше смотреться. И вот на этом контрасте стоит Тесла. Да это не Тесла, что-то. Да это она пиздик была. Я подал пизжу. Лепые, тварь же великолепно. Ребята очень сильно впечатлились тем, что они уйдут внутри казармы. Да, здесь круто. На выходе из подъезда мы встретили мать с коляской. Жизнь продолжается, какой бы она странной ни была. Ну, это этажи по 350. Мне очень любит этот коридор. Огромный, понравился. А чем он тебе понравился? Смотри, какая вот... Зимой там можно заливать каток. Смотрите наверху, вот смотри. И что там такое? Каминную, вот, печная, да? Сделано это, айодишко, стягивает. И там проросли деревья, да? Нет, там такие тяги, да. И интерфорсы такие, что выкладывают. Липоседички. Ну, единственное, там состояние ужасное. Самое прикольное, ну, люди живут здесь, да? Это как бы понятно. Но люди, в принципе, поспособились. И, в принципе, с чего могут приехать всегда, да? Да, люди могут везде выйти. А туда, на третьем этаже кто-то топил буржуйкой. Есть левое. Ну, это заброшенные, это сквоттеры. Там кто-то зажегли. Там сквоттеры зажгли. Тут согреться. Вот, видишь, там этот здание не функционально. Ну, там нет. Ну, кроме того, кто-то временно там проживает. Ну, ты еще скажешь, что здесь живут. Вот, если они деревья. Здесь живут. Здесь он видит по оху, по свету. А нет, ну, здесь только живут, чтобы раньше. Нет, конечно. Давай еще туда зайдем, посмотрим. Вот они чистят. Чувство, что поржать, ну, не пожать, а восхититься. Триумфин. Ну, да, здесь весьма неплохо. Снаружи, но не внутри. Внутри, конечно, не очень хорошо. Нет, не тебе. Вот видите, вот видите деревянная надстройка. Это туалет, как в замках. То есть туда надо просто выходить. Ходить в туалет. Слушай, хажи гнать, а. Вот нельзя поверить. Ледоверься. Случайно попасть в это место, скорее всего, нельзя. То есть, если только вы знаете, куда ехать. В Твери. В Твери можно реально заблудиться. Но случайно такое место вы бы не нашли. Какие-то башенки. Да, это какое-то наследие предыдущей цивилизации. Не меньше. Я думаю, что здесь тоже живут люди, судя по свету, в окнах. Вот, пожалуйста, тоже казармы. Все это казармы. Часть из них, конечно же, уже не предназначена для жилья. Да, мне здание-то нравится. Это реальный лофт. Я хотел бы жать красный кирпич. Я тоже. Это гончарный кирпич. Решили еще углубиться в глубокого квартала. Это тоже морозовские казармы. Вот они во всей красе. Эти необслуживаемые здания. Не, ну они все однако. Да? Покажи. Ну, кстати, не совсем похожи. Ну, да. Сюда даже скорая ездит, представляете? Боится доехать. Да, в Гетце. Смотри, как лестница сделана и выкуп. Где? Да, вижу. Очень интересная архитектура здесь. Как будто мы вообще в какой-то другой стране. Но это все Тверская область, ребята. 150 километров от Москвы. И вы попадаете сюда. Это очень интересное место. Тверь, кстати, была основана вот в этом году сейчас, который появится на экране. То есть она раньше Москвы была основана. Более элитный дом. Камера тормозит. Здесь, кажется, все поинтереснее. Высокие потолки, но состояние приличное. Я думаю, жилье здесь по-другому оценивается. Все тоже очень старое. Смотрите, когда кирпич стареет. И что происходит? Ну что, как бы благородно выглядит, смотри. Ну да, это состаренный кирпич. Но не всегда, конечно, он выглядит благородно. Вот такая. То есть там двор пролетарки, объявление. Разрушено здание, потом какая-то труба современная. Да, Вася нашел концепцию. Мок. Но в Дубне есть свое гетто. Нет, в Дубне есть... В Дубне гетто на улице Правды. Нет, еще помнишь, на улице Правды, да? А еще на этом... Один миллион, зиллион, диллион, 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 таймс летел. На лесной вот здесь, помнишь, что там барак какой-то есть? А, на лесной, да, да. И Клопеджи, так называемый. Если вам интересно, пишите в комментариях. Мы снимем видео про гетто в Дубне. А это гетто... Это реально гетто в Дверской области. Ну что ж, мы возвращаемся в очередной раз, я говорю, в машине, чтобы покинуть этот район. Это настоящее гетто. Мы никогда в таких не были. Это что-то новое. Это реально другая страна. Это очень атмосферное гетто. Очень интересное с точки зрения архитектуры. Как будто реально это наследие какой-то империи, оставленное нам. Чтобы мы здесь доживали. Извините, если я очень... Я говорю, что ли что, и вид был цыганский, узбекский. Мы в следующий раз бы колеса не бейте, потому что вы какие-нибудь... И хрен-то с него, а что мы такие вежливые люди, мы его... А мне что теперь, плахать, что ли? Мне стало нравиться пить вино. Вот и пью его больше. А вы здесь живете, да? Здесь живете? Да, да. Как живется-то здесь вам? Вот вы приехали посмотреть. Все странные вопросы задаёшь. Как живется-то? Херово, да? Нормально живется. Ничит ничего. Мы уже держим. Вообще. А сейчас девчонки убегали, и парень за ним убежал. Что произошло-то такое-то, не знаете? Это не что? Это у них какие-то дела свои, да? Что-то просто катал побегал. Здесь наезжает столько и всяких шелководов, этих, как-то власти, интернетчиков-то. Тик-токеры? Ну, всякие вот эти, поедем. Что сюда лезут? А есть красивые у вас, да, не очень красивые? Морозовские казармы, городок. Если бы еще ваши власти ремонтировали бы их, было бы здорово. Знаешь, власти хотят ее забрать. Главное, чтобы у вас на переселили куда-нибудь, в нормальные места. Не знаю. А девчонки мы вашим не пристаем. Да ничего страшного. Главное, поаккуратнее. Вы нас не огорчили, вы просто аккуратнее, потому что люди разные бывают. Мы за вас переживаем. Все, дай пять, Алю. Да. Мои прощения от души. Да, спасибо. Все хорошо.